С Площади Победы в правительство области здесь секретарь Совбеза Николай Патрушев, полпредпрезидента Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев обсудили обеспечение безопасности в условиях проведения специальной военной операции. В частности, говорили о защищенности объектов транспорта, связи, коммуникаций, а также энергетической инфраструктуры. Еще одна тема – поддержка военнослужащих, участвующих в СВО и членов их семей. Затем состоялось большое выездное совещание с участием глав всех регионов Центрального федерального округа. Его Николай Патрушев провел по поручению президента. Секретарь Совбеза отметил, что сейчас в процессе проведения спецоперации ситуация в округе довольно сложная, но контролируемая. Так, в 2023 году Белгородскую, Курскую и Брянскую области обстреливали больше 8 тысяч раз, плюс попытки совершения терактов в основном при помощи беспилотников. В связи с этим губернаторам необходимо обратить особое внимание на критически важные объекты. Их нужно обеспечить антидроновой защитой. Есть еще одна серьезная угроза – биологическая. Связана она с последствиями деятельности США на Украине. Америка продолжает реализацию программ по созданию искусственных патогенов и микроорганизмов. В непосредственной близости от российской границы существует сеть лабораторий, где проводятся опыты с использованием биоматериалов. Это требует от правительства нашей страны и власти на местах действенных мер по укреплению биобезопасности. Органы публичной власти обеспечивают защиту граждан и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Применяются соответствующие меры реагирования. Своевременно выполняются планы по иммунизации населения. Проводится профилактика общих для человека и животных болезней. Для обнаружения и идентификации различных видов заражения и загрязнения на территории округа функционирует сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. Вместе с этим в Центральном федеральном округе сохраняются риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Речь идет о росте инфекционных заболеваний коронавируса и кори. Помимо этого, в ряде регионов выявлены случаи ненадлежащего содержания скота-могильников. В 2023-м вспышки сибирской язвы произошли в трех областях. Помимо Воронежской, Хипуддар попали Тамбов и Рязань. Вопросы, связанные с захоронениями скота, содержащими этот вирус, требуют особого внимания, отметил полпредпрезидента Игорь Щеголев. Всего на территории Центрального федерального округа насчитывается 1400 скота-могильников, из них 28% с сибирской язвой. Причем это только те, которые официально зарегистрированы. Основная причина сложившейся ситуации – это неурегулированность законодательства и вопросов учета, содержания и ликвидации подобных объектов. В связи с этим можно положительно оценить внесение правительством России в июле 2023 года законопроекта в Государственную Думу, согласно которому предлагается ввести учет скота-могильников, а также установить требования к их эксплуатации и ликвидации. Важно, чтобы все имеющие законодательные пробелы были устранены, в том числе на этапе просмотрения и подготовки. Здесь требуется ваше внимание и ваших подчиненных. Были не только в данном законе, но и в подзаконных с нормативом правовых актов. Ну а завершился визит крупных федеральных чиновников на Воронежском авиазаводе. Они осмотрели производственную площадку и опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М. Новая модернизированная версия этого дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера создана на платформе Ил-96-300, которая много лет успешно эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия», тем самым который отвечает за воздушные перевозки президента и других высших должностных лиц государства, от премьеры и министра иностранных дел до генпрокурора. Напомню, программа создания нового лайнера была запущена по решению Владимира Путина. Этот самолет наряду СТУ-214 узкофюзеляжным МС-21310 и Суперджетом Нью позволит предложить рынку воздушные суда различного размера и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить зарубежные аналоги. Кроме того, ВАСО активно работает над производством пилонов и мото-гондол корпусов для двигателей практически всех типов самолетов. Центры специализации по их изготовлению, а также цех окончательной сборки продемонстрировали Николаю Патрушеву и Игорю Щеголеву. Новые помещения для этого, кстати, собираются строить на территории индустриального парка «Масловский». Планируется привлечь как средства господдержки, так и внебюджетные инвестиции. Соглашение о намерениях между корпорацией ИЛ и региональным правительством было подписано еще весной. Таким образом, на территории особой экономической зоны появится современное высокотехнологичное производство, предусматривающее создание около 500 новых рабочих мест. Ориентировочный срок сдачи – 2026 год.